Живя в 21 веке, трудно себе представить, что в некоторых странах по сей день существует смертная казнь, что люди живут в пещерах, и что такое, казалось бы, безобидное хобби, как компьютерные игры, приравнивается к психическому заболеванию, которое лечат принудительно в специальных лагерях. Сегодня мы отправимся с вами в Китай, чтобы узнать, почему миллионы китайцев предпочитают жизнь в каменных домах, что ждет китайского подсудимого, приговоренного к смерти, а также выясним, почему жить в Пекине значит увеличить риск получить рак легких. Да, друзья, многие китайцы до сих пор живут в пещерах. Думая о Китае, чаще всего, в первую очередь, мы вспоминаем такие крупные города, как Пекин и Шанхай. И, конечно, вряд ли думаем о том, что миллионы китайцев до сих пор живут в пещерах. Тем не менее, если мы заглянем в провинцию Шанси, то обнаружим огромное количество пещер, которые были переделаны своими жителями под целые дома и квартиры. Причина, по которой китайцы предпочитают каменные комнаты современным, проста. Аренда жилья в том же Пекине обходится в несколько тысяч долларов. А вот арендовать пещеру можно всего за 50 долларов. Конечно, существенные минусы от такого проживания тоже есть. Чаще всего такие квартиры находятся высоко в горах, и расстояние даже до ближайшего магазина около 15 километров. Удобство так себе. Но и плюсы тоже есть. В пещерных помещениях не жарко летом и не холодно зимой. Большинство таких домов представляют собой традиционные пещеры. Их жители, так же, как и их предки много лет назад, спят на каменных скамьях. Но есть и более продвинутые пещеры, где есть вода и электричество. Живут в таких домах в основном пожилые люди. Так как молодежь все больше стремится к тому, чтобы поскорее упорхнуть из семейного гнезда и начать жить и зарабатывать в крупных городах страны. В Китае до сих пор казнят преступников. И применяется смертная казнь гораздо чаще, чем в других странах, в которых она также разрешена. Статистика не говорит о точном числе казнимых, поскольку данные являются государственной тайной. Но даже ориентировочное их число приводит в ужас – около 15 тысяч в год. Казнь не предусмотрена только в Гонконге и Макао, поскольку они считаются самостоятельными юрисдикциями, в соответствии с принципом «одна страна – две системы». Приговариваются к суровому виду наказания люди, совершившие одно из 69 преступлений, в числе которых есть и коррупция. Подготовка к казни происходит в несколько этапов. Сперва нотариус проверяет все документы преступника, заверяет завещание. Приговоренный может попросить исполнения последнего желания, в числе которых может быть любимая одежда или еда. Подсудимому также дается право произнести последнее слово. На втором этапе происходит непосредственно казнь. Есть два варианта совершения наказания – введение смертельной инъекции или выстрел задылок. Второе происходит реже, так как такой вид казни применяется только по отношению к определенной группе преступников, действия которых связаны с убийством или распространением запрещенных веществ. Третий этап предполагает отправление отчета в Верховный суд с заключением судебного эксперта. Раньше расстрелы происходили публично, но теперь, даже если и выбирается такой вид казни, это происходит на специальных отдаленных полигонах без зрителей. Иногда рассмотрение дела откладывается на два года, и тогда чаще всего преступник отделывается пожизненным заключением. Происходит это только в том случае, если подсудимый не совершал особо тяжких насильственных преступлений. Жить в Пекине – все равно, что выкуривать 21 сигарету в день. Китайцы, а именно жители Пекина, начали активно носить маски на улицах еще до того, как это стало мейнстримом. В столице страны настолько загрязненный воздух, что часто на его улицах стоит смок, который в какой-то степени даже стал визитной карточкой города и страны в целом. Китайцы как-то написали статью «Как фотографировать смок», которая стала популярной в китайском интернете. А посольство Соединенных Штатах установило у себя на крышу измерители смога, чтобы каждый день на сайте размещать его показатели. Это стало настолько популярной и полезной вещью, что появились даже специальные приложения для айфона, которые демонстрируют данные показатели. Показывают они также уровень смога – нормальный, умеренный или опасный. В числе причин, из-за которых смог в городе стал вечным – промышленность, транспорт, а также электрогенерация и отопление. Последствия использования угля. Для того, чтобы улучшить качество воздуха, необходимо переключиться с применения угля на газ. Власти применяют соответствующие меры, но к 2030 году снизить потребление угля можно будет только до 49%. Смог опасен тем, что может привести к раку легких. По данным портала Bloomberg, в 2002 году на 100 тысяч приходилось 49 случаев заболевания раком у мужчин и 30 случаев у женщин. В 2010 году ситуация ухудшилась, и показатели выросли до 75 и 46. Соответственно, жители Пекина не могут ничего сделать против смога, поэтому если из-за него на время закрывают скоростные трассы, то люди выходят из авто и занимаются тайцзи. Геймеров в Китае принудительно лечат. По данным портала Inosmi, в Китае 350 миллионов геймеров, что превышает количество населения США. В их числе есть те, кто страдает зависимостью от компьютерных игр, среди которых немало подростков. Родители, обеспокоенные состоянием своих детей, часто отводят их в специальные лагеря, в которых их принудительно лечат от зависимости нового поколения. Основными методами борьбы выступали тяжелые физические упражнения и тренировки, а также шоковая терапия. В нулевых в этих лагерях стала использоваться терапия Синнау, что значит стимуляция мозга. Процедура, как утверждается, безвредная, но весьма болезненная. К вискам и рукам тинейджеров прищепляют электропровода, по которым проводится ток. Данная методика была разработана психиатром по имени Ян Юнсинь, он же глава Центра в борьбе с интернет-зависимостями в провинции Шаньдун. Доктор считает, что такая терапия помогает очистить разум. В 2009 году властями была отменена шоковая терапия, но другие методы психиатра Ян Синь, такие как применение психотропных препаратов и отключение больных от внешнего мира, все еще используются. В Китае используются гуси вместо полицейских собак. Однажды в один из полицейских участков китайской провинции Синьцян попытался прорваться злоумышленник, который хотел угнать мотоцикл. Сделать ему это не удалось, поскольку на него напал гусь. Идея принадлежала одному из сотрудников полиции. По его словам, собаке вариант защиты неплохой. Однако гуси им ничуть не уступают, поскольку они довольно агрессивны и не терпят чужаков на своей территории. Более того, гуси обладают отличным зрением и умеют громко гоготать, поднимая шум. Также собак можно подкупить или приручить. С гусями такой трюк не пройдет. Даже если вы решите поделиться с гусем лакомством, он поднимет крик. У гусей также отсутствует страх крупных людей или животных. Если они чувствуют опасность, они кинутся на врага. Кстати, существует легенда, согласно которой именно гуси в 390 году до н.э. спасли Рим от нашествия галлов. Пернатые подняли крик, увидев чужаков, благодаря чему римляне успели среагировать и защитить город. Если вам понравился данный выпуск, не забывайте поставить ему лайк. Также заходите на наш второй канал о зарубежном образовании Swaps Education. И обязательно пишите в комментариях, о какой стране вы хотите увидеть следующий выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова